Добрый день, дамы и господа! С вами Лилия Павловна Коваленко и наша рубрика «Влип с Лилия Павловной». Я вам обещала приглашать и беседовать с самыми интересными и успешными людьми пока Одессы. Пока! А дальше жизнь покажет. Сегодня у меня в гостях, мне самой интересно, правда же интересно. Я даже в восторге от того, что заполучила такого гостя. Поверьте, с трудом заполучила. Будем надеяться, что интервью вам понравится. У меня в гостях преподаватель по направлению это брендовые стрижки. То есть почерк этого мастера уже знает не только в Одессе, а как минимум во всей Украине. У меня в гостях Степана Евгеньевна. Ну, вы видите, какая у меня прическа. Хотя вы говорили, что у меня волосы хорошие. Мне не удалось еще записаться даже к Евгению, чтобы он сумел привести меня в такой вид, чтобы все понимали, что я вышла из этого салона, что я побывала в этих руках. Евгений, я знаю ваш секрет. Какой же? Я знаю, что вы, в принципе, нигде вот так вот, чтобы у вас был один преподаватель или одно какое-то училище, или вы были в Париже, или вы были в Лондоне, или как это модно теперь куда-то поехать, а потом вернуться. И таким дорогим мастером мгновенно человек становится коучем, который получает как минимум пять раз больше, чем получал, предположим, там же Париж. Он был не кто сюда, он приезжает, он кто-то. Я знаю, что вы делали из себя в этом городе. Да, действительно, абсолютно верно. Я больше 20 лет занимаюсь парикмахерским искусством и вывел для себя направление стрижка. Я достаточно осведомлен во всех остальных направлениях, это прическа, это колористика, это укладка, это отзабивка, то есть все базовые инструменты, которые используются. Но я вывел для себя направление стрижка. Я не ездил пока еще в другие страны учиться, но я учился у зарубежных мастеров, преподавателей, которые были приглашены в Украину. А может наоборот, может вы поедете обучать? Может уже хватит, чтобы нас учили? Почему? Это не обязательно. Мы вот так вот почему-то вот приехал, ох, он такой, а я знаю, что вы такой. И я знаю, что вы начинали не со стрижки. Конечно, всему свое время. Сейчас я катаюсь по всей Украине. И когда, скажем, моя известность, мое качество работы зайдет до Европы, Штатов, и меня, возможно, пригласят, просто на данный момент у меня нету в тех странах организаторов, мы их не будем мероприять. В этом-то все и дело. И вы не строите из себя паяца, да простит меня, Зверев, который, в общем-то, доходил просто до шоу. Шоу, есть шоу. На шоу позволительно делать то, что делал Сергей Зверев. А в салоне он делал совершенно другие работы. Я видел многие его работы еще в глянцевых журналах и так далее. Он очень был ведущим на то время, пока он занимался поэкономическим искусством. То есть это достоинство? Это достоинство? Это могут быть поиски самого себя, что он стал петь? Видимо, ему просто надоело заниматься тем, чем он занимается. И он ушел в другом направлении. И у него очень сильная харизма. Он такой яркий очень человек. И я думаю, что именно поэтому он пошел в шоу-бизнес. Были у вас моменты, когда вы ощущали, что ну я больше не хочу этим заниматься? Да, были, конечно. Дело в том, что я живу тем, что я делаю. Я, кроме этого, ничего профессионального делать не умею. Соответственно, наверное, процентов 80 от своего времени я трачу именно на то, помимо того, что я работаю с клиентом, помимо того, что я являюсь тренером по парикмахерскому искусству с направлением стрижки, я катаюсь по всей Украине. Я в прошлом году 12 раз только был на Западной Украине. Это Ульдоров, Иван Фанхолст, Ивок, ну и центральные регионы. И я еще обучаюсь, обучаюсь, я покупаю разные видео, хожу на... Но это, наверное, на всю жизнь. Это уже все, это у вас уже все. Но я больше ничего не умею, я пока не планирую что-то менять, но выгорание у меня происходит, иногда не хочется вообще ничем заниматься. Ну это норма, это значит, вы отдаетесь этому, а чтобы не было выгорания, наверное, вы находитесь сами какие-то пути, чтобы чувствуете вот-вот-вот на грани, вот будет выгорание. Нет, происходит выгорание, я просто даю себе немножко отдохнуть, я меня немножко обиживаю в своей деятельности, и стараюсь отвлечься. Но если к вам приходит дама, девушка, девочка, бабушка, вы мгновенно ощущаете, что надо? То есть, вот это творческое начало вы, наверное, рисуете. Ну, вообще-то у меня немножко другой подход, я не ощущаю, я не прозреваю, я смотрел на человека, а у меня есть такая поэтапная работа, во-первых, я выслушиваю нашего клиента, во-вторых, я прошу, чтобы мне показали какую-то фотографию или ряд каких-то фотографий, чтобы клиент рассказал, что ему нравится, потому что самая большая проблема между мастером-парикмахером и клиентом это недопонимание. У клиента сходят, у мастера-парикмахера сходят. У меня не бывает такого прозрения, просто я вижу, например, я знаю, как работают те или иные линии, те или иные какие-то там пропорции и так далее. Я смотрю на человека, я определяю материал, волосы, это материал, и работаю с этим материалом так, чтобы он выдержал то, что мы построим, потому что любая стрижка это геометрия, она может быть целостная, может быть комбинированная, в зависимости от того, какие потребности. То есть вы где-то так вот прикидываете, будут даже фотографии, стиль, манеры, вы как бы правильно очень сказали, даже жесты. Да. Даже жесты. Вот если человек любит так вот поправлять волосы, вы уже дадите ему эту возможность. Пусть он поправляет, пусть у него будет эта прядочка. То есть вот это вот то, что делает вас неповторимым, незаменимым. Я понимаю, что мастеров много, но почему-то вы востребованы. И что еще мне нравится, когда я слушаю ваши лекции, я вижу, как девочки, мальчики, как завороженные пишут, они записывают, зарисовываются вами. Где вот тот секрет? Вот что вы такое даете, что не дают? Ну, никаких секретов нет. Я стараюсь, как говорят сейчас, очень модное слово, меньше лить воды, говорить по существу. Это существо приходит только с опытом. То есть у меня есть определенный опыт жизненный в этой профессии, и я понимаю, что есть какие-то пустые фразы, и есть какие-то наполненные смыслом, и они работают. Суть заключается в том, что невозможно, скажем, дать какой-то рецепт на все 100% жизни. Я могу просто показать и рассказать, как это работает. человек, который начинает работать в этом деле, он начинает сам приобретать опыт. Просто опыт может быть полезным, и опыт может быть бесполезным. Потому что есть, допустим, время, можно 20 лет работать, и работать без определенного образования. Любая стрижка, опять же таки, так же самое, как и любой шедевр, там, на полотне, искусства, просчитать, когда ты знаешь, как это работает. А творчество уже начинается тогда, когда вы, ну, мастер, не обязательно мастер, творчество начинается тогда, когда вы уже этим оперируете с легкостью на уровне инстинкта. Ну, наверное, так. Потому что существует, допустим, музыка, да? Да. Есть 7 нот. Любые произведения искусства, которые вы слышите, они все составлены на базе 7 нот. У вас есть свои ноты. У вас есть свои ноты. 7, сколько, не знаю. Есть базовые какие-то стрижки? Наверное, да? да. Дело в том, что я не могу сказать, что я знаю все, потому что нет предела совершенства. Более того, парикмахерское искусство на самом деле приходит к искусству только тогда, когда ты уже имеешь правильное фундаментальное образование. Я имею правильное фундаментальное образование и я постоянно работаю. Но... А где его получать в Украине? Правильное фундаментальное образование. Вот это, наверное, важно. Куда пойти? Но есть такой мастер, как вы. Да, можно пойти записаться к вам за курс. Ну, их немного и как их стать? Ну, те люди, которые ищут, они всегда найдут. Я не хочу рекламировать какие-либо бренды на сегодняшний день в парикмахерской мире. Я знаю основных лидеров, которые есть сегодня на рынке Украины, которые предоставляют качество образования в том числе и мои авторские курсы, которые раскрывают в людях всю фундаментальную суть для того, чтобы человек мог работать и качественно работать. У вас только из Украины? Нет, из Германии, из Молдавии, из России. Мы не ограничиваемся этим полем. нет. Дело в том, что парикмахерское искусство это ремесло, а ремесло требует постоянной практики. Этот вид деятельности в Украине сейчас престижный или надо уезжать. Что делают очень многие? Уезжают. Наша профессия приносит гораздо больше денег на просторах СНГ, пиво. Это у нас культ красоты. Каждая женщина, выходя за хлебом, какую-то причесочку, какой-то маникюрчик и тому подобное. Мусор выпрасывает полный и старается одеться покрасивее и тому подобное. По мере своих финансовых возможностей. И женщины, как женщины, так и мужчины сегодня очень хорошо ухаживают за собой. В Европе такого нет. Поэтому соответственно там салонов меньше, парикмахеров меньше и требования совершенно другие. Безусловно в Европе есть очень-очень классные классные преподаватели в мировых школах. Но салоны очень много клиентов у меня живут в Германии многие клиенты в Италии, в Испании, во Франции. Они все приезжают в Одессу, мои клиенты, и обслуживаются, а потом дальше уезжают. У меня нет возможности раз-полтора-два месяца вернуться к своим родственникам, навестить меня. поехать жить там. Уезжать не будем. То есть эта профессия может прокормить и в Украине? Практически по всей Украине. Я очень много видел разные города, видел, как живут люди, видел менталитет, гостеприимство, природу, архитектуру. я считаю, что у нас очень классно, и если человек правильно подходит к этому делу, он может неплохо зарабатывать. В нашей стране стрижка может стоить по 50 гривен до 5000 гривен. В Европе такого быть не может. В Европе она будет стоить 100, 200, я могу ошибаться, в ценах левых долларов и так далее. Но это не более того. Помимо этого, скажем так, если, например, среднестатистический европейец зарабатывает в среднем 3-5 тысяч евро, из которых он практически 40-45 процентов отдает налогов, а у нас может быть совершенно по-другому. У нас нету ограничений в зарплате. Все зависит от того, насколько ты коммуникабельная и хочешь заработать, хочешь себя продать, хочешь научиться, хочешь дать какой-то сервис, хочешь дать какое-то качество и какой-то стандарт, стандарт обслуживания. А свой свой? Вот уже вы знаете, для вас нет ничего неизвестного в этой области. И финансовую часть вы знаете. я не говорю о мастерстве, это само собой. Вы можете, вам хотелось бы иметь свою сеть, может быть даже международную. У вас есть такие планы? есть колоссально большое желание. Я хочу иметь свой салон, хочу, чтобы у меня была школа, чтобы у меня был магазин, чтобы комплексно подходить к в этом бизнесе. салон. Мы ждем бренд Евгений Степанов. Я не знаю, что вы там придумаете, как он будет называться, но, наверное, оригинально. Я думаю, что ваши наследники еще будут работать с вашим брендом. Почему? У вас очаровательные дети, у вас прекрасная семья, но Бог посылал тебе все. Поэтому спасибо Богу, а сегодня я благодарю вас. Спасибо большое. Я очень признаюсь. Я понимаю, что вы на меня знаете. Да, да. Этим рукам я доверяю. Спасибо, что были с нами. Спасибо. До свидания.